На барсе Иван Баранов. Музыкант, педагог, предприниматель. Руководитель не школы барабанов и не школы вокала. Иван расскажет про юношескую тягу к музыке, студенческий и педагогический период, а также про работу по найму и не совсем простую, но действительно насыщенную жизнь в бизнес-сфере. Иван, добрый день. Мы находимся в не школе вокала и здесь действительно творческая атмосфера. Вот эти ваши баннеры. Я уже тут прошел небольшую экскурсию, себе устроил. Мне, нашим зрителям, скорее всего, будет интересно вообще, как ты к этому пришел. Можем начать издалека. Как я понимаю, ты предприниматель, но весь твой бизнес, твое дело так или иначе связано с творчеством, с искусством. Наверняка у тебя вот эта вот тяга проснулась в определенный момент, когда и как это произошло. Никогда не думал на самом деле, что про меня будут говорить предприниматели, особенно в музыкальной сфере. Но музыка интересовалась давно. Воспитан я был в семье, в которой музыка являлась неотъемлемой частью жизни. Но причем у меня не было музыкантов, то есть у меня нет такого, что я там какой-то музыкант по династии, да, там, из поколения в поколение, да. Нет, у меня меломаны. У меня родители – это люди, которые постоянно слушали музыку. У отца было огромное количество музыки. Фонотека полнилась и виниловыми пластинками, и бобинами. Те, кто постарше помнит, что были на катушках, на магнитной ленте у нас записана музыка, было огромнейшее количество. Ну и плюсом потом были аудиокассеты, CD и так далее. В общем, с музыкой я родился. Не знаю, меня, наверное, родили под какую-нибудь из известных композиций 1988 года начала. В общем, музыка так или иначе всегда была рядом. И получилось так, что заинтересовался я исполнением еще, наверное, в малом возрасте, лет 7-8. Но тогда, как и всем, хотелось играть на гитаре или петь, но все же всегда обращают внимание на… Быть фронтменом. Да, да, да. Но с судьбой сложилось так, что году в 2000-м я решил, что почему бы не заняться барабанами. Получилось так, что мои сверстники, мои одноклассники, все подались куда-то, кто на гитару, кто на вокал. А я почему-то решил пойти против системы. Я такой, вот все идут туда, а я пойду там, где нет. Буду оригинальным. Да. И я решил попробовать барабаны. И вот с 2000-го года эта любовь к этому инструменту до сих пор во мне живет. И я до сих пор занимаюсь музыкой, в частности барабанами. И это теперь стало уже непосредственно частью моей профессиональной деятельности. Ну, не секрет ни для кого. Чаще всего нам говорят, музыкой не заработаешь. Музыка – это такая история, которая постоянно только спрашивает с тебя деньги, деньги, деньги. Это дорогое хобби. И в моей жизни действительно так долго и было. Но потом ты снова решил пойти против устоя. Да. Опять же, сейчас, может быть, фатализмом каким-то будет попахивать, но, наверное, это тоже судьба, как мне кажется. Был момент, когда мне казалось, что я с музыкой заканчиваю. Не просто даже как с тем явлением, в котором можно заработать, но и просто как с хобби. Был мрачный период жизни, когда все могло пойти иначе. Но не бывает худо без добра. Действительно, очень часто получается так, что кризис ведет обычно только наверх. После него путь только наверх. Так случилось с музыкой, так случилось со школами. У меня их сейчас две. Это не школа барабанов, не школа вокалов. И, соответственно, они появились в моей жизни тогда, когда я думал, что с музыкой покончено. И, казалось бы, да, наоборот, все разрастается. Дай бог. Находимся что? Что это за кабинет? Конечно, для меня, как для обывателя, это, знаешь, это кабинет, где люди поют исключительно джаз. Да. Вот эти вот. С микрофонами. Да, на самом деле такая ассоциация есть. То есть мы сейчас находимся в зале для пробных занятий. Что у нас здесь происходит? Это первое такое помещение, в котором люди знакомятся именно с нашим ремеслом, с тем, что мы делаем. Те, кто никогда не пели, впервые сталкиваются с нашими преподавателями, сталкиваются с микрофонами, с техникой и так далее. Вот у нас здесь есть небольшой даже подиум. Это кабинет такой психологической калибровки. На самом деле да, потому что вокал, вот опять же, в отличие от барабанов, это все-таки такая история, когда очень важно перешагнуть через себя. Ведь мы чаще всего не поем почему, потому что в нас присутствует вот этот моральный зажим, моральное стеснение того, что, блин, как меня сейчас услышат, я стесняюсь своего голоса и так далее. Вот эта общая неуверенность. Здесь хоть у нас и мягкие стены, да, вот можно посмотреть, есть тоже в определенных учреждениях мягкие стены, но они здесь для того, чтобы просто звук не гулял. Здесь можно изначально познакомиться с преподавателем, то есть начинаем с того, что садимся, знакомимся, узнаем, кто с какими целями пришел, у кого какой опыт, да, пели, не пели до этого. Соответственно, что хочется получить. Это очень важно, потому что мы понимаем, что каждый человек приходит с собственным запросом. Кто-то хочет научиться петь, чтобы покорять стадионы, кто-то хочет научиться петь, чтобы покорять друзей в караоке. Кто-то хочет просто себе приятное хобби после работы. Поэтому абсолютно для всех мы проводим обучение в таких форматах, которые подходят непосредственно по тому запросу. Знакомимся, а потом идем на сцену, и такое в конце занятия получается мини-концерт. То есть, да, с микрофонами, с колонками и с танцующими преподавателями, потому что они у нас обычно на месте не сидят, это вот группа поддержки. Наша задача здесь сделать так, чтобы человек мог расслабиться. Именно поэтому здесь такая чуть приглушенная атмосфера, у нас здесь нет такого яркого света, больше уюта и камерности. Вот это нужно в первую очередь для того, чтобы человек почувствовал себя в заботливых таких нежных руках. Вообще говорят, что ты хороший барабанщик в городе Иваново. Да, такое есть мнение. Перематываем чуть-чуть в студенческие годы. Какой-нибудь рок-февраль у тебя был, группа музыкальная. Как все вот это происходило? Есть такая история, да, но как бы вся музыкальная вот эта деятельность именно как группы, саморазвитие, самоопоздание музыкальное, оно, конечно, зародилось еще в школьные годы. Где-то там 2003 год у нас получилось, создали свою группу еще с своим одноклассникам, с товарищем по школе. Коморки, что за актовым залом? Типа того, буквально практически так и получилось, нашли в подвале школы, на тот момент я учился в 43-й школе, нашли в подвале старые барабаны, какие-то старые колонки эстрады еще непонятные, какие-то усилители, и начали репетировать прямо в подвале школы. И с этого как-то пошло, участвовали в различных фестивалях, был школьный рок, потом рок-февраль, рок-улыбка, и еще тогда люди читали газеты, и еще тогда про все музыкальные вот эти фестивали и конкурсы писал журналист Андрей Удалов, к сожалению, его сейчас уже нет с нами, но тогда это был один из топовых таких рок-музыкантов, он был действующим гитаристом и вокалистом, и при этом он еще писал свои статьи в газеты. Соответственно, все пристально смотрели за его рубриками вот этими музыкальными, он был членом жюри постоянно на всех фестивалях, и про каждую группу каратенечко писал свое мнение, прислушивались. И было приятно, что когда первая статья, в которой моя группа на тот момент, группа называлась Invasion у нас, да, то есть у нас английские названия были, когда первая рецензия вышла. И колонки эстрады стояли на ваших условиях. У Николая Владимировича Хомского, организатора конкурсов, была более серьезная, да, аппаратура, не эстрада, но репетировали мы на эстраде. Первые рецензии были такие, что прям ребята очень недотягивают, но было приятно видеть, что мы над собой работаем, и в тех же рецензиях Андрея уже больше появлялось хвалебных отзывов, отзывов, отзывов. Он признавался, что он удивлен. Было что-то вроде того, что видно, что ребята развиваются, молодцы и становятся нагло выше самих себя. Мы взяли, в принципе, все лауреатства во всех конкурсах, которых могли. Да, потом еще студенчество пошло. Я учился в Торгово-экономическом университете. Соответственно, студенческая весна на протяжении всего времени обучения там, конечно же, выходил со своей страстью, с музыкой, с ребятами, с группой. И Invention тоже была. И потом, чуть позже, у нас появилась другая группа. Была группа Malholland Drive. Дэвид Линч был, да, на задворках нашего сознания. Те, кто захотят посмотреть этот фильм, будьте готовы к тому, что ничего вы не поймете, но название классное. И музыка такой была же? Музыка нет. Музыка была более доступна. Но на самом деле Malholland Drive – это название, навеянное не самим Дэвидом Линчем, а навеянная романтизация героя уходящего в закат. Если посмотреть середину 20 века, вот эти вестерны, которые снимались в Голливуде, в конце вестернов обязательно герой уходил в закат на лошади, либо пешком. Но он вначале приходил из ниоткуда и уходил туда же. И вот уходил он обычно по Malholland Drive. То есть это такой символ романтики и героизма того времени. Мы это решили за собой закрепить. Перематываем бобину нашей беседы еще чуть вперед. Школа, студенчество. Как тебе по отчеству? Михайлович. Иван Михайлович становится преподавателем. И преподает что-то в каком-то из вузов Иванова. Это правда? Да. Расскажи про этот период. Все, наверное, да. Дело в том, что на протяжении своего студенчества я был часто задействован в различных культурно-массовых мероприятиях, там, социальных мероприятиях. Особенно на старших курсах получилось так, что я увлекся вот этой активной жизнедеятельностью. Ну и, собственно, пытался продвигать студенчество в массы. И для меня это было важным таким моментом. Я заканчивал пятый курс. И нужно было понимать, куда двигаться дальше. А настолько я в тот момент проникся всей деятельностью, которая была со мной на протяжении обучения. Вот именно вне учебной деятельности. Учеба – это понятно. Но давайте говорить о том, что да. Учеба в университете – это, безусловно, основное, для чего мы туда идем. Но чисто по-человечески, для молодого человека, в рассвете сил, скажем так, 20-22, конечно же, хочется движухи. Энергии, движухи. И как мне в университете этим заниматься? И мне не хотелось от этого уходить. Мне хотелось продолжать. И тем более была возможность пойти в аспирантуру. Соответственно, я пошел дальше. То есть я закончил непосредственно специалитет. Это пять лет. Я поступил в аспирантуру и остался работать в университете на должности заместителя директора по воспитательной работе. Но учитывая еще мой аспирантский опыт и необходимость аспирантских минимумов, у меня должна была быть еще и преподавательская практика. Естественно, я занимался преподаванием тоже в первое время. То есть у меня было менеджмент предприятия, коммерческая деятельность предприятия, ну и экономическая безопасность предприятия. Тогда это еще было новое время. Вот почему вы пришли в это место в конечном итоге. Собственно, да. То есть я проработал практически 10 лет, но большую часть времени я занимался все-таки организацией внеучебной работы. Воспитание студентов, формирование вот именно такой целостной точки зрения касаемо того, кем я являюсь для себя, кем я являюсь в обществе и как я могу сделать свое же общество лучше. Вот примерно на такие основные части я подразделял свою работу. Мы часто говорим об образовании, выборе профессии, студенческой жизни и других вещах, так или иначе влияющих на наше становление. Мне действительно это интересно. И, наверное, это связано с тем, что я и сам до сих пор являюсь вечным студентом, ведь даже сейчас я продолжаю учиться и понятия не имею, когда все это закончится. Попытки проанализировать саму тягу к знаниям, а точнее к процессу их получения, привели меня к тому, что на основе своей биографии я взял и написал книгу. Да, со мной такое бывает. К слову, это моя первая нехудожественная работа, которая не просто расскажет многим из вас, кто я такой и почему я занимаюсь тем, что вы видите, но также поможет понять, в чем плюсы и минусы постоянной учебы, как попасть на бюджет, а самое главное, как не сойти с ума, когда ты получаешь свой первый, второй, а может быть и третий бесконечный диплом. Свои размышления я немного структурировал и так и назвал. Вечный студент. Как бросить учебу и поступить в ВУЗ мечты. Публичная бета-версия книги доступна для ознакомления, а уже в марте вы сможете найти ее в более привычном печатном виде. Благодаря школе, я могу сказать, я побывал на Байкале. Вот я в феврале этого года слетал в Иркутск, был на Байкале, жил там целых два дня, а это февраль, это зима, Байкал замерзший, непередаваемые ощущения, этому моменту я очень благодарен. Я считаю, этот момент произошел только благодаря не школе. У нас, как у предпринимателей, есть огромнейшее количество рисков. Мы головой своей рискуем за все, что происходит внутри школы, за то, что о нас говорят в обществе, в городе, в области, на территории нашей страны и так далее. Грубо говоря, любой из моих сотрудников всегда может встать и уйти. И дальше его жизнь продолжит. Они сейчас услышат. Они это знают. Я им об этом говорю всегда, когда беру на работу. Их зона ответственности ограничивается их рабочим местом. Моя зона ответственности ничем не ограничена. Я ответственен за всех. И вот это надо признать и просто научиться с этим совладать в своей голове. Тебе не должно быть не страшно абсолютно ничего. И ты просто должен понимать, что не существует проблем как таковых. Есть задачи, которые просто нужно решать. И все. Через боль, через какую-то, возможно, смекалку, знакомство. Через что угодно. Но есть задачи. Все. Проблем нет. Твоя коллега Ася Ермакова была у нас в гостях примерно год назад и рассказывала подробно про Нешколу барабанов. Расскажи, как в твоей жизни появился этот бренд? На самом деле, вот тот период, про который я сказал, что указалось, что музыка уже ушла, этот период пришелся на 2020 год. Очень печальный для нас всех вот этот год. Переломный во многом для нашего общества. Мы все сели на карантин. Конечно, было не до музыки, потому что тогда была единственная задача заработать денег так, чтобы можно было прокормить себя и своих близких. И приходилось даже уходить на такой неофициальный формат работы. Мы с моим другом занимались тем, что изготавливали детские кровати ручной работы. То есть даже из, скажем так, белоручки, которая ходила в брюках и в рубашке, пришлось окунуться в работу столярного цеха, перегрузиться на ручной формат работы. И вот в те моменты, конечно, музыка полностью ушла из моей жизни. Но в какой-то момент мне позвонили с неизвестного номера и сказали, Иван, мы знаем, что ты барабанщик. Я говорю, да, есть такая история. Скажи, а хотел бы ты заниматься барабанами и при этом еще и зарабатывать этим деньги? Нести барабаны в массы, музыку в массы и обучать других людей. В тот момент было, конечно, для моего сознания это тяжеловато, потому что, типа, откуда такой может быть звонок? А я вспоминаю, я в этот день как раз ехал с закупок. У меня тут какие-то деревяшки в одной руке, какой-то крепеж в другом руке. Я еду в маршрутке, в промзону, где все по колено в грязи. Это был конец ноября, начало декабря. То есть мы представляем, какая погода. Особенно в промзоне еще что-то там происходит. И мне звонят вот с таким радужным посылом. Иван, давай! И я такой... Расскажите подробнее. И не вовремя. Как вовремя? Но это же всегда и подозрительно. Но чуть могу подраскрыть вот такой момент. Я же был тогда в соцсетях, и я видел, что других коллег-барабанщиков куда-то приглашают. Уже вербуют потихонечку. Да. И мне уже несколько человек до этого писали. Тебе звонили, тебе предлагали прийти. Я говорил, нет. И мне даже как-то в тот момент становилось... Вот ты просто сказал какое-то время назад. Говорят, что ты хороший барабанщик. А я в тот момент думал, ну, судя по всему, я так себе барабанщик. Раз мне никто не пишет. Ну, и это нормально. Правда. Потому что, учитывая сложившуюся ситуацию... Ну, и творческой активности, возможно, не было у тебя. Не было. Поэтому, да. Не было, да. Я говорю, хорошо, дайте подумать. Конечно же, я в этот момент начал звонить своим знакомым барабанщикам. И говорить, ну, ты что, идешь? Ну, потому что уже всем предложили. Мне надо спросить. Это как часто у нас бывает. Мы чего-то не знаем. Мы начинаем этого опасаться. Ну, с ненаверием каким-то относиться. Особенно к каким-то интересным предложениям. Мы чаще поверим в то, когда нам скажут, слушай, тут сложно, но можно попробовать. И ты такой, окей, там, где сложно, я пойду. Там, где говорят, слушай, тут все круто, приходи. Ты думаешь, нет. Тут где-то обманут. Подвох какой-то. Да, это наш менталитет. Ну, и я, естественно, начал советоваться со своими товарищами, коллегами по барабанному цеху. Мне сказали, я так, в более литературной форме передам, мне сказали, Вань, ну, давай, ты сходи там на собеседование. Если тебя там, ну, скажем так, если тебя там не убьют, либо как-то там не воспользуются, позвонишь, там, типа, мы тоже сходим посмотрим. Я такой, окей. И у меня в тот момент просто жизненная ситуация складывалась так, что мне, в принципе, по большому счету, ну, нечего было терять. То есть мне предлагают... Было по барабану. Да, было по барабану заниматься барабанами. То есть мне предлагают не рабство какое-то, ничего. Мне сказали, если хочешь, ты барабанщик, если хочешь заниматься барабанами, приходи к нам. Мы предоставляем такую возможность. Ты сможешь дать людям свои знания. Мы можем предоставить тебе для этого площадку, и мы можем дать тебе для этого людей, которым тоже это будет интересно. Я год проработал в барабанах в качестве преподавателя, и через год я стал уже непосредственно руководителем и владельцем мне школы барабанов. Достаточно я уже натерпелся того, чего мне не хотелось. Им предоставилась возможность заниматься тем, что действительно мне близко. Кстати, подведу к тому, в чем миссия школы. Она же не только в том, чтобы людей научить музыке. Антон Шердаков, основатель всей сети. Да, ты понял. Тоже музыкант, тоже барабанщик, который в свое время закончил консерваторию. И он тоже задался в свое время вопросом, как музыканту дальше работать, не бросая свое ремесло. И школой мы даем возможность не только людям приобщиться к музыке, мы даем возможность музыкантам заниматься тем, что они любят. Барабанщикам, барабанами, вокалистам петь. Более того, у нас же еще и работают гитаристы. То есть у нас уроки проходят очень часто с гитаристами, потому что это важно. Барабанщики должны уметь взаимодействовать с другими музыкантами. Вокалисты должны уметь петь не только под фонограмму, но и под живое сопровождение, под аккомпанемент. И мы даем возможность музыкантам заниматься музыкальным ремеслом. Ну а ребятам, которые движовые, которые являются частью нашей административной команды, мы даем движуху. То есть у нас нет такого, что крайне скучная работа. У нас постоянно идет общение с людьми, взаимодействие. Они у меня на телефонах сидят, приходят ученики и они с ними общаются. У нас тут чай, кофе. Регулярно мы проводим пати в наших школах с нашими учениками по выходным, по субботам. Пати – это время, когда мы можем друг с другом взаимодействовать не только в рамках преподавателя, ученик, а просто классно провести время. Ну неформально, да. Да, да. Вокалу, барабану можно обучиться в любом. Да. То есть ограничений никаких нет. Никаких. Все здесь. Бизнесменам, предпринимателям. То же самое? Я в 34 года стал предпринимателем. До этого работая барменом, официантом, грузчиком, продавцом, столером. Ну и да, конечно же, не будем исключать, работает преподавателем и руководителем в университете. Но тем не менее… В последнюю очередь. Да. Не будем скрывать. Ну да, 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 я все-таки про это сказал. Давайте говорить о том, что всю жизнь свою сознательную я был в найме. Быть, скажем так, руководителем собственного дела – это сложно. И действительно, чаще всего говорят о том, что, опять же, про предпринимателей очень часто можно услышать. Вот у него есть предпринимательская жилка. Торговал телефонами, значит, все у него будет в порядке. Да ну неправда. Нет, безусловно, у кого-то есть предрасположенность к этому изначальная. Но ведь все можно воспитать в себе, внутри себя. В жизни важно учиться. Ты буквально вот после нашего интервью отправляешься на концерты? Да. Не буду спрашивать про эту сферу твоей жизни. Опять же, она публичная, наверное, скорее всего. И так уже, наверное, все об этом известно. Просто хочу сказать, что передавай привет Диане Тагиевой. Она была у нас в гостях, она твоя коллега, насколько я знаю, вы работаете в паре. Передам. Да, спасибо. У нас есть финальный вопрос в нашей программе, он традиционный. Иван, скажи, ты на данный момент счастливый человек? Нет. Интересно. Да, подвести итог этому можно только, наверное, прожив чуть больше и дольше. Потому что я понимаю, что в данный момент мой путь еще не окончен. Счастлив ли я? Ну, сейчас я могу сказать, счастлив, безусловно. У меня есть моя любимая работа, у меня есть мое увлечение. Я счастлив, это интервью уже скоро закончится. Нет, на самом деле приятная беседа. Я очень благодарю вас, спасибо, что пришли в гости. А мы продолжаем на ты. Нет, я имею в виду одну. Ты же не один здесь. Всю команду. Ты не один здесь. Хорошо, хорошо. Выкрутился, выкрутился. Хорошо. Я поэтому и говорю, что очень приятно, что пришли, приятно поболтать. Но просто вопрос у нас, конечно, не про глобальное счастье, а про счастье момента. Я могу тогда, давай чуть перефразирую и более точно скажу, какое у меня сейчас ощущение. Ощущение благодарности. Вот это во мне. Потому что я действительно сейчас нахожусь в том положении, когда у меня действительно все в порядке. Есть сложности, безусловно. Они будут в нашей жизни. Сталкивался пару раз в своей жизни с определенными обстоятельствами, в которые я думал, что на этом моя жизнь именно как личности окончена. Произошло несколько таких вот событий, которые дали другую ветку развития. И за это я благодарен близким людям, которые, несмотря ни на что рядом со мной, они могут меня где-то поругать, где-то похвалить, поддержать и направить на путь истинный. Это не только те люди, которые являются частью моей личной жизни, но это мои сотрудники в том числе. И вот благодаря им я сейчас в порядке. Я в порядке. И я думаю, что опять же благодаря им я буду счастлив. Пусть угол вообще резюмирует, вообще сократить все. Иван, ты на данный момент счастливый человек. Я в порядке. Спасибо коллегам. Я в порядке. Большое спасибо за беседу. Надеюсь, еще поговорим спустя время. Мне будет интересно. Спасибо, что пришли в гости.